всем привет эта программа я в биске и я алена юрьевна сегодня мы с вами получим ну по крайней мере я на это очень надеюсь эстетическое наслаждение для этого мы приехали в выставочный зал где пройдет творческий вечер когда случаются чудеса ну что пойдемте за чудесами сотрудники выставочного зала всегда придумывают какие-то интересные моменты чтобы разнообразить досуг бича проект искусство плюс сегодня мероприятие проходит в рамках вот этого проекта расскажите нам о нем это что-то новенькое даже для меня да буквально недавно у нас возник проект искусство плюс что же это значит дело в том что у нас площадка вот выставочного зала ну прекрасная возможность для того чтобы синтезировать разные виды искусств на фоне когда на фоне прекрасных картин звучат замечательные произведения поэтов музыкальные какие-то произведения это здорово мы стараемся разнообразить действительно формы досуга и стать интересными привлекательными для наших посетителей в рамках проекта у нас уже выступал вячеслав васич у нас был творческий вечер юлиана сменцовой до точка отсчета когда звучали прекрасные стихи но сегодня гости из барнаула и мы будем рады сотрудничеству приглашаем к презентации своего творчества молодых и немолодых начинающих и уже известных людей подобные творческие вечера они всегда являются такими немного камерными и насколько вот они вообще востребованы среди бича когда мы начинали этот проект и придумывали скажем так идеи для того чтобы реализовывать такие программы мы сами не ожидали насколько это будет интересно жителям нашего города мы очень рады что проект существует реализуется и действительно он интересен людям нашего города а 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 и у людей действительно есть возможность посмотреть прекрасные картины правда же то есть остаться посозерцать почувствовать энергетику особенность сейчас вот у нас замечательная выставка аркадия никонова да еще целую неделю идет но и послушать другой вид искусства это здорово вы сейчас затронули творчество художника аркадия никонова давайте немножечко о нем расскажем и о его работах аркадий никонов молодой талантливый художник ему всего 35 лет но глядя на его произведение этого не скажешь ну во первых он любит гор он фанат гор и выставка так и называется дыхание гор исходил весь алтай пешком и многие работы наиболее привлекательные тем что они написаны во время пленера да как раз в технике пленерной живописи и здорово то что молодой художник работает в технике вот классической техники реализма прекрасные живописные произведения можно прийти насладиться узнать знакомые места горного алтая почувствовать дыхание гор ну и еще раз погрузиться в атмосферу творчества когда художником воспевается красота тех мест здесь представлены картины не только горы да вообще природа горного алтая в разный временной период и прекрасные зимние до пейзажи и можно погрузиться в летнюю коту название сегодняшнего мероприятия когда случаются чудеса ну как мы понимаем ждать можно всего чего угодно а потому за разъяснениями я обращусь к ирине руководителю творческой группы скажите что гостям праздника сегодняшнего вообще ожидать от вечера ну ален вы правы действительно под этим названием можно понимать все что угодно но мы на самом деле вкладываем какие-то базовые основные ценности которые доступны и понятны каждому мы говорим про любовь мы говорим про сердечный свет про нежность про семейную целостность когда родители любят детей мы говорим про то что чудеса они в каком-то обычном миге существует и наш концерт он ну помимо смыслов несет вот этот заряд сердечный он наверное и важен когда мы делимся своим светом имеем такую возможность благодаря этим организаторам которые организовали это мероприятие в этом выставочном зале носить себе солнце когда все погасло наверное сложно наверное страшно а вдруг украдут или вытащат масло а вдруг уничтожат решив что неважно а вдруг посмеются уж больно ты светлый набросят на шею колючую ветлю прикажу померкнуть и стать чем-то серым убить в себе творчество мудрость Ваша творческая группа не из нашего города вы гости и скажите откуда вы приехали и почему выбрали БИСК мы приехали из Барнаула в БИСК мы приехали потому что здесь есть созвучные люди родственники которые очень симпатизируют этому творчеству и готовы как-то содействовать и я за это безмерно благодарна наш коллектив он состоит из разных людей и у нас на самом деле не профессиональный коллектив хотя все вкладываются и получается действительно хорошо это люди которые любят творчество которые поют которые сочиняют музыку которые сочиняют стихи и делятся своим творчеством у нас и экономисты и массажисты и косметологи в составе я сама психолог поэтому у нас такое необычное творчество наверное тех кто готов делиться тем что приходит изнутри пусть это даже не профессионально как по твоему жизнь может выглядеть это я не знаю как точно близнец отвечал но я верю что там на земле больше света я однажды во сне этот свет увидал «Созвучные люди» это название вашего коллектива почему родилось именно вот такое название? как-то так интересно мы все встречаемся и когда мы встречаемся и начинаем творить вместе мы понимаем что мы как-то в унисон дышим живем про что-то единое и похожее то есть для нас какие-то вот эти основные ценности они и хочется оставлять сохранять в своей жизни да жизнь переменчиво меняется и с возрастом многое происходит но мы хотим чтобы вот тема добра тема света тема любви она звучала и объединяются люди которым это вот действительно созвучно пусть тебя бродят ругают и потешаются как несчастные те из чьих густ изливается только тьма они ведь и сами не знают чего лишается и какая огромная сила твоя доброта то что вы люди разных творческих профессий вынесено даже в афишу мероприятия почему для вас это вот настолько важно это важно потому что как-то люди в основном замыкаются в своей профессии и двигаются ну вот в своем жизненном пути как-то узковато люди которые собрались в этом коллективе они чуть шире своей профессии вот благодаря тому что это творчество в них живет хочется это обозначать и понятно мы сразу по честному говорим да это не профессиональное творчество но это очень красивое творчество от души бабушка мне говорила одевайся теплее лучше питайся на улицу без зата выходить не смей и скорей-скорей стать счастливой ваше выступление было очень проникновенным тонким скажите какие произведения вы сегодня представляли тематика про бабушку было произведение про ну жизненные то есть мне нравится очень читать стихи которые о жизни которые о какой-то мудрости и такие же стихи я сама пишу потому что они как-то такие от души идут стихи от души а я говорю вот это посты тебе 90 лет она уже год на улицу не выходит но знает все о моде и о погоде какую профессию вы представляете я тренер тренер по спорту фитнес тренер персональный тренер а еще я массажист и почему вы решили вот заняться творчеством что у вас на это сподвигло во первых я начала слушать стихи других поэтов как они читают и меня прям ну это очень вдохновило и когда я начала сама читать и потом на концертах выступать я начала маме говорить мама ты представляешь я вот буду на концерте она говорит ну в общем то ничего удивительного потому что ты это делала всегда и тебе это всегда нравилось то есть ну это вот такое выражение души для меня мне это не только самой приятно это делать а еще и вот обратную связь от людей чувствовать как вот они воспринимают это что-то рождается такое новое ну вот так иногда с ней рядом садится дед она говорит куда тебе десять лет как нет но вспоминает но вспоминает дионы прямой цветы вечер у моря когда перешли на ты и какие именно поэты вас вдохновляют те которые откликаются в душе вот я особо не ставлю точку на каких то вот конкретных их очень много и роберт рождественский и осадов и есенин и эти современные поэты вот мне это то есть те которые откликаются прям на что-то вот определенное я не ставлю точку поэтому оно что-то формируется даже вот когда я концерт делала формируется что-то вот общее с тех интересных произведений которых ну вот мне в душе откликнулись вы единственный человек из коллектива кто ничего не пел не рассказывал стихотворений вы играли на музыкальном инструменте но при этом делали это так душевно так красиво скажите как давно вы вот занимаетесь игрой на гитаре на гитаре я играю лет с двенадцати поэтому очень давно я не профессиональный музыкант я самоучка поэтому играю свои произведения то что как бы приходит мне так признайтесь как долго вам приходилось вот учиться играть на гитаре сложного ничего нет просто мне нравится этим заниматься поэтому я играю на гитаре ну уже сколько почти сорок лет скоро будет как я играю на гитаре поэтому время оно тоже дает свои эффекты что вас вот вдохновило на то чтобы написать вот такую музыку это само приходит как бы мне сложно как бы сказать раз и какая-то мелодия пришла в голову если есть возможность взял гитару наиграл давно ей песни ты не пела у колыбели наконец но время птицы пролетело и в детстве нить оборвалась поговори со мною мама о чем-нибудь поговори до звездной полночи до самой мне снова детство подари скажите какие сегодня произведения вы представляли зрителям я выступала с песнями поговори со мной мама пела песню также про чудеса и также про родимый дом все про маму в основном ну и немножечко чудес добавляла спасибо а сами вы верите в чудеса? конечно верю но я верю в чудеса которые люди сами создают то есть как в одном из произведений также были слова что не жди сам чудес а ты создавай их сам то есть получается в каждом слове и в каком-то действии твоем какое-то чудо произойдет для другого человека и также мы когда мы воплощаем свое творчество в этом концерте хотим чтобы люди после этого пришли и сделали что-то хорошее и тем самым поделились своим настроением своими эмоциями и это повсеместно это настроение пошло по всему городу а чем по жизни вы занимаетесь вот именно не в творческом плане а вот профессионально я продаю брекеты металлоконструкции ортодонтия но творчеством я занимаюсь достаточно давно я вообще из рядом с бийском и родом это зональный район поселок мирный я очень часто выступала здесь в бийске на конкурсах также вот в поющем городе у вас принимал участие раньше я была другой комплекции просто сейчас я немножко похудела меня мало кто узнает но в бийске я всегда приезжаю с удовольствием и мне хочется делиться также то есть своим творчеством выступать здесь поэтому это вот небольшая моя получается как сказать увлечение небольшое которое предстоит вот в такое творчество дерево любви вырастает взросл вместе я и ты вместе с нами бог дерево любви корни глубоко руки высоко не души легко скажите здесь все люди разных профессий чем занимаетесь вы я экономист так ну и скажите как вот с такой профессией вообще не творческой вас угораздило как раз заниматься творчеством ну творчеством я занимаюсь с детства потому что я пишу стихи и мой родной город Олейск я в Барнауле живу всего 4 года а до этого я пыталась тоже там свой то что у меня есть мое творчество нести массы то есть мне опубликовывали газете и когда я переехала Барнаул мне просто захотелось дальше дарить свет тепло потому что творчество это чудо а без чуда жизни на свете не бывает о чем ваше стихотворение какие у вас основные темы ну стихи очень разные потому что жизнь она же многогранна и очень разнообразна стихи обо всем о любви о жизни о чуде о счастье о людях о земле нашей о природе то есть они творчество оно льется его нельзя разрушить поэтому я рада что я попала в этот замечательный коллектив и в этот замечательный город приглашайте еще почему вы вообще решили вот саморазвиваться именно в этом направлении мне кажется когда ты несешь людям то что у тебя внутри даришь свой свет то мир становится теплее и ведь какой-то однажды великий сказал что делай мир вокруг себя чище светлее теплее и тебе жить будет лучше поэтому если люди которые к нам приходят смотрят на наше творчество наслаждаются жизнью теми музыкой стихами которые льются из нас они становятся чуточку добрее и жизнь становится чуть краше друзья мы желаем вам чудес мы желаем вам чтобы вы сами творили чудеса чудеса в простом правда ведь в любви в заботе в внимании в радости будьте радостны и пусть мир вокруг тоже становится радостным мы поделились нашей радостью и пусть этот день сияет сегодня спасибо что вы пришли вы только что побывали на концерте передайте нам свои эмоции знаете мне концерт очень понравился вот я считаю что название да встретимся с чудом что оно полностью соответствует вот этому нашей сегодняшней встрече очень понравилось ну мне понравилось все прекрасно хорошие стихи песни пожелания мне понравилось потому что все таки они не профессионалы у них очень хорошие стихи прямо идут они откуда-то прямо изнутри это конечно очень приятно слушать мне вот очень понравилась композиция вот у гитариста где времена вот года он изображал он хорошо чувствует музыку где как сыграть где громче где тише впечатляет ну вообще надо на такие ходить чтобы люди ходили слушали все таки они душу вкладывают в это замечательные концерты я ни разу на таком вот именно концерте не была здесь и духовно душевное вот такое переплетение и звукооператор замечательный и стихи и песни и все в одном ключе это конечно дорогого стоит творческий вечер закончился он был по-настоящему глубоким и теплым мне даже вручили вот такой подарочек правда пока что еще не знаю что в нем но думаю что что-то очень приятное это была программа я в бийске и я алена юрьевна всем добра и света смотрите программу я в бийске на странице бийского телевидения на видеохостинге youtube в группах бийск мой город в социальных сетях а также на официальном сайте газеты бийский рабочий виворк точка ру